Теперь, братья, нам нужно точно так же пробежаться по употреблению дательного падежа в греческом языке Нового Завета. На первый взгляд, дательный падеж кажется еще более страшным, чем родительный, и категории его употребления разделены еще и на несколько блоков, очень сильно отличающихся друг от друга по значению. Тем не менее, хочу вас успокоить, на практике с дательным падежом проблем толковательных возникает гораздо меньше, чем с родительным падежом. Как правило, родительный падеж, указывая на связь такого очень широкого рода, требует больших размышлений, больших толковательных усилий, большего внимания к детальному значению слов и контекста, чтобы все-таки прийти к окончательному выводу о том, каков характер связи. А в отношении дательного падежа мы просто смотрим три типичных значения, и они настолько сильно отличаются друг от друга, что почти всегда только одно из них уместно в том или ином контексте. Почему я говорю о больших категориях, почему я говорю о трех типичных значениях дательного падежа? Как уже упоминалось, в индоевропейском языке, в том языке, который был еще до греческого языка, было большее число падежных категорий, был дательный падеж, был инструментальный падеж, был местный падеж. В греческом языке отдельные падежные категории исчезли, и фактически осталась только одна форма дательного падежа. И форма дательного падежа ответственна за значение и собственно дательного падежа, и местного падежа, и инструментального падежа. В некоторых, особенно в старых учебниках греческого языка, вы встретите описание греческой падежной системы как восьмипадежной. И там отдельно описывается дательный, инструментальный, местный падеж, и говорится, что в греческом языке три падежа, но у этих трех падежей просто полностью совпадают все формы. Ну, понятно, что это некий такой вопрос философии преподавания языка, сказать, что есть один падеж, но с тремя разными способами употребления, либо сказать, что есть три падежа, но все три с одной формой, ну, до некоторой степени это одно и то же, но все-таки, так как можно выделить в падежных категориях не три, а большее количество способов употребления, помните, мы говорили о винительном падеже, когда есть и винительный падеж прямого дополнения, и двойной винительный падеж, и наречный винительный падеж. В родительном падеже мы говорили об описательном, о принадлежности, о приложении, об отделительном, субъектном, объектном и так далее, и так далее. то, пойдя по этому пути, мы должны сказать, в греческом 150 падежей, ну, всего 4 формы. Это было бы немного странно и неудобно, поэтому давайте мы будем говорить все-таки об одном дательном падеже, но в связи с историей такой необычной языка, у дательного, внутри дательного падежа, все-таки можно выделить три достаточно четко различающихся группы значений. Итак, первая группа значений связана, собственно, с дательным употреблением дательного падежа, и это очень похоже на русский язык. Зачем в русском языке нужен дательный падеж? В большинстве случаев дательный падеж в русском языке это падеж косвенного дополнения. А я даю книгу другу. Ну, я подлежащая, даю сказуемое, даю что книгу дополнение, это то, на что направлено действие, то есть я беру книгу, и вот какое-то действие с книгой я совершаю. Но в ситуации есть еще один участник друг, который эту книгу должен получить, и он тоже вовлечен в ситуацию, и как раз косвенное дополнение, это вот еще один участник, вовлеченная ситуация, и в русском языке косвенное дополнение достаточно часто выражается с помощью дательного падежа. Так что дательный падеж – это тот в отношении, описывает того, в отношении которого сделано действие. Это в русском языке и так, и то же самое возможно для греческого дательного падежа. Одно из самых типичных способов употребления дательного падежа в греческом языке – это дательный косвенного дополнения. Ну, опять же, глядя на этот урок, пример, который здесь выбирает Маус, Иоанна 5,27, власть он дал ему суд производить. Ауто, видите, подписная ее, это ауто в дательном падеже, слово в дательном падеже власть в дополнение, он дал подлежащее, сказуемое ему, косвенное дополнение, суд производить. И очень часто вы встретите именно такое употребление дательного падежа, и по аналогии с русским языком, оно не будет представлять для вас проблему, в переводе дательным и дательным, и все нормально. Как подраздел дательного косвенного дополнения иногда выделяют дательный падеж интереса. В общем-то, это то же самое косвенное дополнение, просто по контексту понятно, что тот, кто описан косвенным дополнением, как-то особо заинтересован в результатах действия. Например, Лука 1,13, «Жена твоя, Елизавета, Родит сына тебе». Это косвенное дополнение, обычное косвенное дополнение. Тем не менее, иногда толкователи любят говорить о дательном падеже интереса, в том смысле, что не просто такой безразличный получатель, но получатель заинтересованный в том, что сын все-таки будет рожден. Ну, речь идет, конечно, о Захаре. Это первая глава Евангелия от Луки. Почему важно выделить дательное интереса? Не потому, что вот хочется как-то обсуждать, или есть какие-то особые грамматические признаки того, что получающий радуется тому, что получил, а потому, что как специфика дательного падежа интереса возможна ситуация, когда тот, в отношении кого сделано действие, не заинтересован в этом действии. Тот, в отношении которого сделано действие, воспринимает это действие как вред для себя. И вот этот вот оттенок вреда, передаваемый дательным падежом, и побудил ввести такую категорию, как дательные интересы, и разграничить ее на дательные пользы и дательные ущербы. И вот что касается дательного падежа ущерба, то есть обозначение с помощью дательного падежа того, кому действием привнесен ущерб, это не очень типично для русского языка. Ну нет, иногда по контексту мы понимаем, что ущерб есть, я дал по шее другу, это уже не очень, но все-таки, я дал по шее другу кому, и понятно, что не обязательно радость я этим другу причинил. Так что дательный падеж мы могли бы назвать такую категорию дательным ущерба. Ну, все это еще косвенное дополнение. Однако в греческом языке есть конструкция, которую вот буквально на русский язык не переведешь. И хороший пример из Матфея 32-31, Маус приводит, И тут нам бы дательный падеж хотелось перевести дательным падежом себе. Ну, во-первых, что значит свидетельствовать себе? Не очень понятно. Во-вторых, если посмотреть первоначальный контекст этого текста, ой, Матфея 32 написано в учебнике, Бранаке, наверняка здесь в учебнике опечатка, это не Матфея 32, это, наверное, Матфея 23, я бы сказал, ну, учитывая природу опечаток, да? Сейчас посмотрим, угадал я или не угадал. Угадал, да? Здесь не Матфея 33, здесь не Матфея 23-31. Это к вопросу о текстологии, да? В манускриптах, да, в том числе и в печатном издании, есть ошибки, но разумный подход помогает ошибке выявить и исправить. Так вот, Матфея 23-31. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что вы свидетельствуете, ну, как-то свидетельство с вами связано, что вы являетесь сыновьями тех, которые убили пророков. Из контекста понятно, что это не они сами себе заявляют это. Из контекста понятно, что тот факт, что они сыновья тех, кто убили пророков, свидетельствуют против них. И поэтому дательный падеж, вот, ну, косвенное дополнение, в широком смысле косвенное дополнение, тот, кто как-то соотнесен с действием, здесь толкуется, что это свидетельство против них. И возможность такого употребления дательного падежа в греческом языке стоит учитывать, хотя, в утешение ваше скажу, что дательный падеж ущерба, и особенно тогда, когда просто дательным падежом перевести нельзя, это довольно редкая категория, вы нечасто с ней столкнетесь. А так, типично, все-таки дательный падеж косвенного дополнения, есть там нет заинтересованности, дательный переводится дательным, и большой проблемы не возникает. Теперь, когда мы говорим о дательном падеже, косвенного дополнения, то понятно, что если в ситуацию вовлечено какое-то лицо, я дал книгу другу, то друг может быть участником ситуации. А как быть, если в дательном падеже стоит слово, обозначающее ни лицо, ни участника, ни что-то одушевленное, а как быть, когда в дательном падеже стоит слово, обозначающее предмет. Самое типичное употребление в данном случае, если это все еще дательный и дательный падеж, это так называемый дательный падеж ссылки, то есть то, в отношении чего что-то сделано. Пример из учебника Римлянам 6.11 «Почитайте себя мертвыми греху». «Почитайте себя мертвыми в отношении греха». «Почитайте себя мертвыми для греха». То есть смотрите, дательный падеж, даже когда речь идет о предмете, понятии, он описывает то, в отношении чего делается действие, с чем взаимосвязано действие. «Почитайте себя мертвыми», нужно почитать направлено на себя, себя прямое дополнение. «Почитайте себя мертвыми в связи с грехом, в отношении греха для греха». Слово в дательном падеже. Мы не смогли перевести просто дательном падеже, но можно перевести почитать «Ипред мертвыми греху», но не звучит по-русски. Опять же, та же самая ситуация, типичная для переводов. Мы сначала смотрим греческий текст, понимаем его, выясняем, какую волю играет, какое слово, что за ситуация, какой смысл, и понимаем, что в связи с грехом нужно считать себя мертвыми, и потом средствами русского языка выражаем ту же самую мысль, и при выражении обнаруживают, что, например, лучше всего добавить предлог «для». «Почитайте себя мертвыми для греха». Это будет нормальная русская фраза, выражающая ту же самую мысль, что выражала греческая фраза с датином падежом. На первых порах боязно, когда число слов в оригинале и в переводе не совпадает. На первых порах боязно, когда какие-то слова мы просто пропускаем в переводе, какие-то слова добавляем в переводе. Ну и, конечно же, это не нужно делать без нужды. Произвольное тасование и переделка текста бессмысленно. Но иногда, чтобы точно выразить мысль, мы вынуждены воспользоваться другими языковыми средствами, потому как действительность разными языками членится по-разному. Ну, такая маленькая попутная картинка, связанная с идеями Найли, великого американского лингвиста и человека, очень много занимавшегося переводом Библии, стоящего за институтом перевода Библии в Америке, который на многие языки многих народов перевел священное писание. Так вот, у него была такая идея произвольности членения действительности языковыми элементами. У нас есть действительность, и у нас есть какой-то язык, и язык разграничил всю действительность на части своими языковыми элементами. Для писания этого такой есть элемент языка, для писания этого такой элемент языка, для писания этого такой языка, и вся действительность вот как-то членится языковыми элементами. А потом мы берем другой язык, и другой язык членит ту же самую действительность. Но членит он ее по-другому. И мы обнаруживаем, что то, для чего в русском языке было достаточно одного дательного падежа, в греческом выражается несколькими разными способами, или то, для чего было достаточно одного греческого дательного падежа, в русском языке выражается несколькими способами. Пока мы находимся в рамках одного языка, нам кажется, что всё просто, всё однозначно, и мир так в языковом отношении легко устроен. Но стоит нам соотнести два языка между собой, как мы начинаем замечать, что все-таки для описания какого-то элемента при переходе с языка на язык, приходится в разных случаях пользоваться разными средствами целевого языка. Это справедливо для каких-то синтаксических конструкций, падежей, предложенных словосочетаний и так далее. Это справедливо и для слов. Помните, вспомните даже лексический минимум. Может быть, вы уже обратили внимание, что для многих слов греческих дается перевод несколькими русскими словами. Это что, такие многозначные греческие слова? Попробуйте привести пример многозначного русского слова. Ну, что вы в русском языке можете назвать? Ну, вы можете назвать коса, да? Коса как берег, коса как прическа, коса как инструмент. Ну, и еще несколько вот подобных слов многозначных. Ну, у нас вроде почти нет многозначных слов. Это нам кажется внутри русского языка. Один простой глагол «идти». Простое слово «идти», да? Не кажется оно нам совершенно многозначным. Ну, идет дождь, идет время, идет человек, идут дела. Это очень разные понятия. И слово «идет» тут в разных значениях употребляется. И вы легко обнаружите, что при переводе слова «идти» на какой-то другой язык, для дождя, для времени, для человека и для дел, вам понадобится четыре разных слова, а не одно русское слово «идет». Поэтому вот это вот производность учленения, ну, просто работая с языком, мы должны с вами осознать и не удивляться, что иногда приходится трансформировать что-то и должны понять вот эту процедуру переводческой деятельности. Увидели фразу, поняли ее, а потом выразили нужными средствами солевого языка. Ну, это мы так немного отвлеклись. Возвращаемся, собственно, к дательному падежу. Итак, что мы имеем? Дательный падеж. Собственно, дательное употребление дательного падежа, косвенное дополнение, ну, в каких-то случаях ущерб, или ссылка, в отношении чего производится действие. Следующая крупная категория – местное употребление дательного падежа. В русском языке обычно местному употреблению соответствует конструкция с предлогом «в чем-то», а в греческом достаточно просто дательного падежа. И тут какие-то подкатегории, которые выделяют мало. С первой будет категория дательной сферы. Четвертый пункт, вернее, 6.15, например, «Церкви утверждались в вере». То есть есть некая сфера веры, и внутри этой сферы утверждались церкви. При церкви утверждались вере, если я дательный падежок приведу, вы чувствуете, что какая-то бессмысленная фраза получилась. А вот в сфере веры церкви утверждались, но смысл какой-то есть. Кстати, как дательные ссылки, церкви утверждались в отношении веры, тоже, наверное, смысл был бы. И, конечно, таких уж очень жестких, четких границ не бывает, и категории отчасти пересекаются, но, кажется, сфера здесь очень хорошо звучит. Церкви утверждались в вере. То есть дательный падеж переводится с помощью предлога «в». Пятый пункт – дательное времени. Ну, и практически всегда, когда вы встречаете слово, обозначающее какую-то единицу времени, в дательном падеже, вам нужно будет добавлять предлог «в» и говорить о крутом моменте во времени. Здесь пример. В третий день он будет воскрешен. Т-третая хемера. Не надо переводить дательным падежом. Третьему дню он будет воскрешен. Во-первых, это бессмысленно, по-русски мы так не говорим. А во-вторых, стандартное употребление местного дательного падежа с перевод с предлогом «в третий день он будет воскрешен». Чуть-чуть отключаемся. Просто пару слов по поводу того, как употребляются греческие падежи с словами, обозначающими время. Мы уже с вами увидели дательный падеж. Если слово, обозначающее время, стоит в дательном падеже, это момент во времени. В третий день. Если слово стоит в родительном падеже, то, как правило, описывается качество времени. Хороший пример значимости качества времени мы с вами можем найти в Евангелии от Иоанна, третьей главе, знаменитая история про Никодима, пришедшего к Иисусу. Помните, как все это произошло? Второй стих. Ну, с первого стиха. Был же человек из фарисеев, Никодим имя ему, из начальников израильских, он пришел к нему ночью и сказал ему. Слово ночью, ну, кто-с, это третье склонение, это форма родительного падежа третьего склонения. Почему родительный падеж? Можно было бы поставить дательный падеж, это бы означало в какой-то момент ночи, ночью, он пришел к нему в какой-то момент ночи. Дательный падеж указывает вот точку во времени. Ну, так получилось, может быть, что днем делать было нечего, пришел ночью. Но родительный падеж указывает не точку во времени. Родительный падеж указывает качество времени. Если слово, обозначающее время, стоит в родительном падеже, то автор желает подчеркнуть не момент, а качество. То есть Иоанн, написав, что Никодим пришел ночью, сосредотачивает внимание на то, что по качеству это было ночное время. И тут мы уже должны задаться толковательным вопросом. В чем значимость ночного времени, в чем значимость темноты, да, особенно как употребляется образы дня и ночи в Евангелии от Иоанна. Помните, кто ходит днем, тут не спотыкается. Нужно делать дела, пока день, да, вот какие-то вещи. Свет пришел в мир, но люди возлюбили более тьму, чем свет. Был свет истинный, который посвящает всякого человека и так далее. То есть для Иоанна очень важные термины света, тьма. Для Иоанна очень важное понятие ночь и день. И то, что он подчеркивает качество, никогда не к ним пришел ночью, используя родительные подчеркивает качество. Для толкования это важно. Но еще попутно скажу, что когда слово, обозначающее время, стоит в винительном падеже, то речь идет о протяженности времени. То есть если нужно указать, что там всю ночь, то тогда слово ночь ставится в винительном падеже. Все, ночь, весь день. Протяженность описывается винительным падежом. Ну, да, ну, может быть, это не так интересно, потому, что когда речь идет о протяженности, по контексту обычно ясно, что тупой протяженность, когда речь идет о каком-то моменте дательный падеж, а вот самый интересный для того неоградительный падеж, потому, что он всегда внуждает нас задаваться вопросом, почему автор на качестве времени желал сосредоточить наше внимание. Ну, возвращаемся к дательному падежу. Итак, дательное времени. Шестая категория – дательное сообщество. Ну, с местным употреблением как-то, может быть, это не то, чтобы тут уже предлог «в», тут предлог немного другой, но все-таки в каком-то сообществе. Посмотрите пример 2 Коринфянам 6.14. Не сообщайтесь с неверными. Не становитесь сообщниками, да не сообщайтесь по отношению к неверным, или как-то так. Но здесь само слово «сообщаться» подразумевает некий оттенок сообщества, и дательный падеж выражает нахождение внутри этого сообщества. Поэтому дательный падеж стандартно может переводиться конструкциями с предлогом «со». Но самый распространенный, кстати, вариант употребления такого дательного сообщества – это вместе со словами с приставкой «сун». «Сун» по-гречески «с», вот если есть глагол с приставкой «с», очень часто после него стоит дательный падеж как раз вот в таком значении сообщества. Ну, какое-то место, чтобы глаголы были с приставкой «со». Например, вторая глава «Послание к Ефесянам». Посмотрите, здесь пятый стих. «И нас, являющиеся мёртвым в преступлениях, сооживотворил сунэзопой эсэн то Христо». «Сооживотворил»… ну, «Христо», если дать ли нам перевести плохо звучит, «сооживотворил» со Христом. Кстати, я ещё и предыдущее слово перевёл. «Нас, являющихся мёртвыми, тоис параптомасин». Тоис, ну, партики, по крайней мере, вы понимаете, что это дательный падеж, а множественное число, хотя это третье склонение, третье склонение, да, может быть, опять же, непривычная форма, но являющийся мёртвых в сфере преступлений, да, «сооживотворил» со Христом. И вот здесь вот хороший пример местного употребления дательного падежа. Следующий набор категорий связан с инструментальным употреблением дательного падежа, и инструментальному употреблению соответствует русский творительный падеж. Ну, так, в широком смысле соответствует, не обязательно всегда только творительным мы будем переводить, но творительный падеж – типичнейший перевод для греческого дательного падежа. Здесь Маунс выделяет две подкатегории. Первое – дательное образодействие. Ну, пример Иоанна 7, 26. Он говорил открыто. Парисия, да, открытость, дерзновение в каких-то контекстах, и как открытостью он говорил. Ну, или тут наречием лучше перевести открыто. Ну, вот открытость была инструментом его говорения. Ну, такое употребление довольно редкое, а вот следующий вариант употребления очень часто встречается, когда дательное переводится творительным. Ну, один из примеров, Иоанна 2, 8. Ибо благодатью вы спасены. Т. Харити благодатью. По артикле вы понимаете, что здесь тоже дательный падеж, и опять-таки что-то все время слово третьего исполнения нам попадается. Благодатью, как неким инструментом, вы спасены. Так что, если в целом поговорить о дательном падеже, то, увидев слово в дательном падеже, вы должны мысленно прокрутить три варианта. Первый вариант. Можно ли это перевести дательным падежом, то есть для кого-то или в отношении чего-то сделанное действие, ну, по крайней мере, просто дательный падеж. Можно ли это перевести как инструментальный падеж, то есть некий инструмент, которым сделано действие, или можно ли это перевести как местный падеж, то есть сфера, время и так далее, в котором сообщество, в котором было сделано действие. Ну, или совсем простой, если спектр, можно ли перевести дательным падежом, или конструкция с предлогом В, или творительным падежом. Собственно, в учебнике мы так это проскочили, потому что сразу стремились к более пространному обсуждению. Вот это вот в параграфе 7.5 очень коротко описано. Посмотрите, три примера. Ангел Господа во сне явился ему, дательный падеж, он изгнал духов словом, творительный падеж, в третий день он будет воскрешен, конструкция с предлогом В. Дательный падеж, творительный падеж, конструкция с предлогом В. Три варианта мысленно прокрутили, и очень часто один из этих вариантов хорошо подходит к контексту, а остальные не подходят. И так, чтобы вообще ни один из вариантов даже близко не подошел, бывает редко. Конечно, есть некоторые тексты спорные, и где и такую, и такой вариант предлагают. Но таких текстов нет так, чтобы слишком много, и, как правило, решение принять довольно легко. Ну, еще просто один пример из послания к римлянам восьмой главы. Примеры можно умножить, но просто так вот, парочку. Когда говорится в 24 стихе, ибо... Т. Л. П. Ди. Л. П. Ди. Это дательный падеж, шоссов. Л. П. Надежда. Мы спасены. Ибо мы спасены в надежде, как некая сфера. Мы спасены для надежды, да, дательного потребления. или мы спасены надеждой инструментального употребления. То есть мы спасены надеждой, надеждой, надеждой. Грамматически все три варианта возможны. И выбор мы, конечно, делаем не на основании только грамматики. Грамматика нам предоставляет спектр вариантов. Грамматика говорит дательный, подержка. Значит, возможно, дательное, местное инструментальное употребление. Для надежды, в надежде, надеждою. А потом по логике текста мы выбираем один вариант. Но если говорить о римлянах, мы спасены, скорее всего, в надежде. Потому что надежда описана как та реальность, которую мы сейчас имеем надежду, но еще не видим и так далее. Надежда как инструмент спасения маловероятна, надежда как цель спасения не укладывается в контекст. Хотя некоторые споры по поводу этого текста есть, поэтому я его привел. Но, тем не менее, достаточно легко в отношении дательного делать выводы. И даже легче, чем в отношении родительного падежа. Хорошо, братья. Мы с вами посмотрели на разные способы употребления родительного и дательного падежа. Вы увидели, что спектр здесь гораздо-гораздо шире, чем в случае именительного или винительного падежа. Или, возможно, даже как-то не очень уютно себя почувствовали перед лицом греческого языка. Но все-таки мы учим язык, и язык это большая реальность, мы должны это понимать. В утешении вам скажу. Во-первых, с развитием опыта все эти категории, нюансы и так далее становятся более привычными, естественными и легко понимаемыми. Во-вторых, я озвучил большое количество категорий. Это не значит, что мы сейчас их озвучили, и все, теперь вы все должны знать, и мы это больше изучать не будем. Мы говорим, да нет, мы почти целый год потом потратим на изучение как раз категорий. На втором курсе у вас будет возможность разобраться и более глубоко понять эту тему. Ну и в-третьих, не могу не прочитать вам слова, написанные самим Монсом на 73-й странице. Он говорит следующее. Вы когда-либо чувствовали, что ваш разум постепенно становится пустым и бесплодным, как Синайская пустыня? Но если Бог мог питать народ израильский даже в подобном месте, то он поможет и вам преодолеть трудности при изучении греческого языка. Люди учили греческий до вас, и даже сами по себе справлялись, а уж с Божьей помощью и для такого благого дела, как толкование Нового Завета, я думаю, вы вполне способны это сделать.